Непогода сегодня не смогла помешать проведению авиашоу в Крыму. Боевые самолеты и вертолеты более часа провели в небе, выполняя самые сложные фигуры высшего пилотажа. Зрители говорили нашему корреспонденту, что никогда в жизни такого не видели. Поклоны аллигаторов, чудеса эквилибристики и другие уникальные кадры зафиксировала камера Виталия Катченко. В бой идут одни новички. 59 экипажей в авиадарте участвуют впервые. Но судя по крутым виражам и воздушным дуэлям, в небе настоящие армейские асы. Незабываемо. Это каждый бой, прилетаешь, весь мокрый. Такие ощущения, такая эйфория, такой азарт, кровь кипит. Супер. Это предельные перегрузки, предельные скорости до 900 км в час и более. Бой может завязаться как на малой высоте, так и в стратосфере. По легенде соревнований, авиагруппа должна создать плацдарм в тылу противника. Истребители расчищают воздушное пространство. Это уникальные кадры. Пара бомбардировщиков-истребителей Су-34, превысив скорость звука, заходит на цель. Зенитно-ракетный комплекс противника уничтожен. Мы сейчас находимся на борту, но по целевой вертолётам Ми-8. Впервые в истории авиаторса именно в Крыму. Этому экипажу предстоит поразить не только наземные сукопутные цели, но и морские, что считается насыщиком высшего пилотажа. Морские мишени, условные десантные корабли, дрейфуют в полутора километрах от берега. Ночные охотники Ми-28 совместно с истребителями отправляют их на дно. На суше экипажи целятся по колоннам танков. Рядом макеты самолётов, целый авиагарнизон. Условия максимально приближены к боевым. Новейший испытательный полигон в Крыму оборудован с оглядкой на последние мировые конфликты. Мишенная обстановка включает в себя и нефтеперерабатывающие заводы, и движущихся террористов автомобилей, а также весь комплекс бомбардировочных и стрелковых мишеней. Лётчики довольны подготовкой полигона. Такого полигона ещё у нас не было. В ходе жеребьёвки каждый экипаж получил свою мишень. Точность попадания бомбами и неуправляемыми ракетами судьи определяют с помощью тройной системы видеофиксации. Наша судейская бригада выезжает на цели. Мы производим оценку попадания вплоть до сантиметров. Идут достаточно очень серьёзные споры. В связи с судейской бригадой о том, что кто более точно попал. Финальный день авиадарца. Штурмовики и дальняя авиация утюжат бронетехнику противника. Полутонными авиабомбами. Практически все были в цель. Бомбовитание и стрельба. Некоторые, конечно, видели, что проходил без боевого применения. Из-за жесточайших поводных условий. Ну, подошёл в облако ниже 100 метров. Куда работать, конечно. Если бы в боевых условиях он работал. Но здесь, когда мирные жители, то внизу там. Поэтому мы запрещали им работу. Самый большой в мире вертолёт. Ми-26. Пикирует и зависает всего в пяти метрах от земли. Аллигатор Ка-52. Демонстрирует чудеса и квалибристики. Крутится по спирали и уходит, как настоящий артист. В жизни не видели. Такой, как сам вертолёт мог поклониться народу. Это незабываемое чувство. Ведение. Это вообще не передать словами. Мы очень счастливы, что это происходит именно у нас в Крыму в 2016 году. И это гордость за наше государство, за нашу Россию. За всё. Мы абсолютно счастливы. В небе появляется тяжёлая техника. Военно-транспортный Ил-76 сбрасывает на парашютах платформу весом 6 тонн. В реальной боевой обстановке он способен десантировать даже танк или потушить пожар. Впервые в Крыму Т-50, истребитель пятого поколения, проходит на рекордно низкой высоте. Всего 200 метров над землёй. Невзирая на сложнейшие погодные условия, над полигоном проливной дождь и плохая видимость. Программу полёта пришлось немного сократить. Но несмотря на это, русские «Витязи» и «Стрижи» выполняют легендарный губинский бриллиант и снова срывают аплодисменты зрителей. Полёты в дождь и грозу стали испытанием даже для опытных авиагрупп. Но опоздать к зрителям даже на 5 секунд, говорит командир и ведущий «Стрижей», они не имеют права выстраиваться в сложнейшие фигуры в небе. Пилотам приходится, что называется, на глаз. Расстояние между самолётами вообще в процессе выполнения всего комплекса – это интервал 1 метр, это расстояние между крыльями. И дистанция 3 метра. Но иногда такого понятия, как дистанция, не существует. То есть она меньше метра, и вообще её может не быть. Желающих посетить авиашоу было столько, что на ближайшем шоссе пробка растянулась на десятки километров. Это хорошо видно с высоты птичьего полёта. Стои мокрые, но довольные. Ожидали, что меньше будут осадки, но оно того стоит. Завтра в Севастополе, там где зародилась русская авиация, ещё в 1910 году подведут итоги соревнований и наградят лучшие экипажи. Победители получат ценные призы и путёвки на международный этап авиадарца, который пройдёт в Рязани в середине лета. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Павел Селин и Дмитрий Матюшин. Первый канал. Крым.